Друзья, всем не хаос, с вами я и Скрайбер. Сегодня поговорим о Redmi Note 7, о том, чем он может порадовать и чем он может, по сути, шокировать обладателей Redmi. Да, в Redmi этого еще никогда не было. Давайте приступим, это Scribe News. Согласитесь, друзья, что смартфоны бюджетного уровня с каждым годом становятся все более продвинутыми. Если раньше мы получали пластиковый корпус, то сейчас в среднебюджетниках и даже средне-среднебюджетниках мы получаем уже либо металл, либо стекло и, в общем-то, такие новые технологии и так далее. Это очень-очень круто. Чем дальше мы идем, тем дешевле становятся телефоны, а качество материалов повышается. Также повышается качество фотокамеры, но и многих-многих других фишек. И новинки, друзья, Xiaomi Redmi 8 и Redmi Note 8 могут похвастаться не только этим. А чем ближе дата презентации этих смартфонов, тем больше в сеть попадает подробности о том, чем смогут порадовать людей эти смартфоны. Конкретнее о дате выхода и цене этих смартфонов мы поговорим немножечко попозже в конце этого видео. Итак, в частности, аппаратная основа этих телефонов будет либо Qualcomm Snapdragon 710, что имеет больше шансов, потому что по практике как 660-ый стоял и раньше на предфлагманах у компании Xiaomi, в общем, потом он перекочевал в средний сегмент, у компании Xiaomi много этих процессоров и так далее. В общем, 710-ый был предфлагманским, и есть все шансы, что Redmi Note 8 получит именно 710 Snapdragon. Хотя, есть варианты, что он получит либо 730-ый, но это будет очень уже жирно, либо 712-ый, это тоже будет жирновато. Скорее всего, оптимальный вариант, самый дешевый для этих телефонов, это будет 710 Snapdragon. Хороший процессор, мощный процессор, сейчас он стоит на предфлагманских смартфонах, а компания Samsung вообще так чуть ли не флагман и ставит 710-ый, поэтому процессор реально отличный. Будет версия 3.32, 4.64, самая распространенная версия, и также 4.128, память типа LPDDR4X. А по поводу операционной системы, будет сразу с коробочки идти Android 9 Pie, также версия MIUI 10 и, конечно же, с переходом на MIUI 11. Поддержка этих телефонов будет в районе 4-5 лет, и это будет очень отлично, потому что сейчас, по мне, одна из самых главных проблем – это поддержка телефонов. Допустим, у компании Samsung тоже было такое, что они навыпускали кучу телефонов, но сейчас поддержки они не имеют, и люди имеют проблемы с прошивками, глюки и все такое. У компании Xiaomi пока что с этим проблем нет. Ну и как сообщил в социальной сети Weibo руководитель бренда Redmi LuWebin, новая смартфонная компания изначальной ценовой категории получит, внимание, чип NFC, друзья. Как мы все этого желали, как мы все этого хотели. Redmi, наконец-то, давай, LuWebin, тряси, давай, давай, тряси народ, потому что действительно NFC нужно. В том числе операционка будет оснащена системами MiPay и GooglePay, причем, если вторая уже работает в России, то первая, скорее всего, заработает на территории страны, что гарантированно порадует очень многих россиян, потому что уже, ну, действительно, большую часть людей покупает именно Xiaomi-шки, поэтому MiPay, ну, как бы уже нужно водить потихонечку. Хотя LuWebin не заявил конкретно, каких телефонах касается это новшество, но очевидно он намекнул на то, что это будут модели Redmi 8 и Redmi Note 8. А что касается камер, камера будет тройная, как изображено на этом концепте, сверху будет рыбий глаз или fisheye, то есть широкоугольная камера, градус обзора около 117, и это будет 16-мегапиксельная камера. По середине будет 48-мегапикселей, это основная камера, и мы надеемся, что это уже будет не интерполяция, а именно настоящая, правильно, 48-мегапиксельная камера, апература f1.7. И внизу будет телеобъектив на 12-мегапикселей с 5-кратным приближением зум. Также фронтальная камера будет выдвигаться по концепту Redmi K20, K20 Pro, выдвигаться с верхней части, и можно будет делать селфи-снимочки. Итак, что по поводу даты выхода этого телефона? Выход ожидается во второй половине нынешнего года, то есть приблизительно где-то ноябрь этого года. За счет встроенного чипа NFC все владельцы получат возможность оплачивать покупки, а также, кроме того, платить за проезд в общественном транспорте, ну и многие другие преимущества. Новинки станут первыми телефонами в рамках своих модельных рядов, которые получат такую шикарную особенность, и она совершенно точно порадует многих из нас. Да, и по поводу, друзья, цены. Версия 3.32 будет стоить в районе 180 долларов, версия 4.64 в районе 200 долларов, и версия максимальная 4.128, где-то 230-240 долларов. Изначально они будут стоить немного дороже, как всегда обычно это происходит, и постепенно цена будет стремиться к тем цифрам, которые я вам назвал, и когда она будет именно вот в такой ценовой категории, это будет просто супер-супер классно. Друзья, что вы думаете по поводу этих телефонов? Пишите обязательно в комментариях, нравится ли вам концепт изображения этих телефонов. А тоже пишите в комментариях, подписывайтесь на этот канал, ставьте лайк этому видео, всем хорошего настроения, также делайте репост, да, не забывайте об этом. Всем отличного настроения, хорошего дня, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok